От проектов к делу госслужащие рассказали о проектах, которые удалось реализовать в области. Сегодня в регионах реализуются проекты по защите окружающей среды от загрязнения. В госорганах данную работу проводят системно с привлечением представителей гражданского общества. В ежегодной акции «Бергета за Казахстан» в прошлом году приняли участие более 20 тысяч северказахстанцев. Более 800 тонн мусора собрали на территории всей области госслужащие, волонтеры и неравнодушные жители. Также среди воспитанников детских домов и школ-интернатов проводятся конкурсы рисунков, направленные на формирование у детей гражданской ответственности за сохранность окружающей среды. Организуют и другие акции. Например, одна из акций – это World Cleanup Day, которая у нас ежегодно проводится. 17 сентября – это не только регионально, только Казахстан касается, это касается всех стран и государств на всей планете. В прошедшем году, в 2022 году мы присоединились к данной акции. Было принято участие порядка около 2 тысяч человек. Собрано 306 тонн мусора, часть из них отправлены на переработку, часть на захоронение, потому что они не сортируются. И у нас еще такая очень хорошая акция – это час земли в целях энергосбережения. И правильное потребление электричества ежегодно, она проводится в марте месяце, мы 26-го планируем, будет производиться отключение электроэнергии. Кроме того, сотрудники Управления природных ресурсов и регулирования природопользования вместе со служащими других госорганов ежегодно проводят субботники по очистке русла реки Есиль – посадки деревьев. В поддержке нуждается не только планета, но и ее население. Обеспечение сельских жителей чистой питьевой водой, необходимыми медикаментами и хорошей дорогой. Решение этих и многих других вопросов в первую очередь население ждет от Акима своего сельского округа. Иржан Бетнеев – выпускник президентской программы «Балашак». В 2014 году окончил Уоригский университет в Англии и является магистром гуманитарных наук. С 2017 года реализует инициативу и вносит вклад в развитие Кайратского сельского округа у Олихановского района, в котором без малого проживают порядка тысячи жителей. С 2017 года я являюсь Акимом Кайратского сельского округа у Олихановского района. Работаем с населением, занимаемся решением проблем, чтобы села процветали и были благоустроенными. В 2020 году полностью обеспечили оснащением села Кайрат. В 2021-м Тамше сделали футбольное поле. После площадку установили и в селе Жас-Кайрат. Там же в прошлом году сделали полное освещение. В Североказахстанской области в различных проектах участвуют и Акиматы. Так, в 2019 году по инициативе Департамента агентства по делам госслужбы при поддержке Акима области внедрен пилотный проект по проведению рейтинга Акиматов по повышению качества оказания государственных услуг. Его критерии направлены на увеличение спроса населения на электронные услуги, количество граждан, умеющих пользоваться порталом электронного правительства, создание комфортных условий, их получение и так далее. Как показали результаты реализации проекта, уровень пользователей ЕГОВ ежегодно увеличивается. За период проведения оценки доля электронных государственных услуг увеличена на 98,8%, доля альтернативных государственных услуг понижена на 0,3%. Результаты проводимой работы также повлияли на республиканский общественный мониторинг, проводимый агентством Республики Казахстан по делам госслужбы. Согласно результатам общественного мониторинга, наша область заняла второе место. Это очень хороший результат. Работу по реализации данного пилота продолжат отметили в департаменте.